И добра времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы, мы продолжаем, а скорее всего даже заканчиваем, если я не ошибаюсь, просмотр Магической Битвы второго сезона. У нас по счёту 2.23 серия, и мне вроде как сказали, что это последняя серия этого сезона. Да, вот, сейчас у нас скоро, через пару часов Новый год, поздравлять скорее всего с Новым годом конкретно именно с самой реакцией не буду, потому что на Ютубе эта реакция выйдет уже позднее, само собой, да, вот, поэтому как бы уже будет неактуально, вот. Вот, но что, наверное, актуально, просто-напросто пожелаю провести этот год куда лучше, нежели прошлый, да, то есть чтобы всё у вас было прекрасно, чтобы всё у вас было хорошо, чтобы не болели вы, чтобы не болели ваши родные, и чтобы просто-напросто у вас всё было замечательно и прекрасно, как бы это банально ни звучало, но, конечно же, этого вам всем желаю. Вот, ну а мы, собственно, будем приступать, но перед этим не забывайте, если вы ещё не подписаны, обязательно подписаться на канал, ставить лайки, писать ваши комментарии, а также подписываться на Телеграм, на группу в Телеграме, да, в которой мы общаемся, ну и на Твич, все ссылочки, которых находятся в описании под каждой реакцией. А я же всем желаю приятного просмотра, и давайте смотреть, что нам преподнесёт последняя серия этого сезона. Ой, я не туда нажал, извиняюсь. Ты ещё помнишь? Как избавить наш мир от проклятых духов? Она понимает, что она говорит не сгетто? Какой бы способ мы не выбрали, в результате человечество перейдёт на новую ступень развития. Так, надо выиграть немного времени для Лару. И это следующая ступень утрата всякой проклятой энергии. Нет, это её совершенствование. Ну, я тоже ничего не понял. Я думал, что ты отказалась от этой идеи ещё 12 лет назад, когда умер Дзенин тот же. Я вообще-то гетто спрашивала. Что ты сделал? То есть, получается, он поглощая, насколько я понимаю, может полностью... Ну да, правильно, это способность гетто, он может полностью манипулировать этими проклятиями. Но, как он только что сказал, а это важно, что в случае конкретно именно поглощения... Ну, то есть, сами по себе проклятия и проклятые духи, они развиваются. Ну, постепенно. С возрастом, конкретно именно с боями и так далее, они становятся умнее, сильнее, мощнее, опытнее и так далее. И когда он поглощает, он пользуется всей той силой, которую они имели в момент поглощения. Но при этом эволюционировать они уже не могут. То есть, он пользуется конкретно именно этой силой, но как-то её улучшить, как-то её усилить, ещё лучше эволюционировать, не может. Собственно, почему сказал спасибо Этодори, потому что Махета до момента боя с ним был слабее, нежели стал в момент боя конкретно именно с Этодори и в момент этого поглощения. Ну, понятно, хорошо. Я применил инертную трансформацию к тем, на ком заблаговременно оставил свою метку. Что-то мне подсказывает, что оставил на многих, но... Это сработает только в определённом радиусе? Или же нет? Ну, то есть в небольшом радиусе, или как? А конкретно к тем, кто, как Этодори и Юджи, поглотит проклятые объекты. И тем, кто, как Йошина Джумпей, обладал проклятым... А пока что нам надо установить связь со всеми министерствами. И она всё дешевеет. Ну, вроде это хорошо для экспорта. Мизнас Федерация в ярости. Так а как им лоббироваться, если все умрут? Всю власть. Нам для чего всё это показывают? То есть нам показывают именно людей, обычную какую-то повседневность, что люди где-то какие-то работают, где-то какие-то готовят, по телевидению видят то, что что-то произошло, не понимают из-за чего и почему это произошло, и чем это по итогу в дальнейшем чревато. И просто продолжают жить своей привычной жизнью. Так же продолжать работать, париться по поводу того, что Йен дешевеет или становится дороже, или ещё где-то что-то. Для чего нам это всё показывают? Для того, чтобы просто-напросто показать эту повседневность и показать, как всё поменяется, к какому пиздецу это придёт. То есть сейчас будет где-то какой-то именно взрыв. Ну, просто... Я, честно скажу, не до конца понял то, что говорил Гетто. Ну, то есть именно в плане масштабности я до конца не понял именно, чего он конкретно хочет, чего он добивается. Я понимаю, что он это всё объяснил, но конкретно я до конца всё равно это не понял, да? И поэтому я из-за того, что не понял, не понимаю масштаб всего того, что он сейчас сказал. Я понимаю, что это зловещее, я понимаю, что это чревато каким-то пиздецом, то есть всё намекает конкретно именно на это, да? Но как это всё будет выглядеть, именно вот я до конца не осознал. Нам сейчас хотят показать начало, начало всего этого. Ну, потому что это как кульминация была, то есть именно он рассказал весь свой план, да? Человек, который живет на протяжении стольких лет, если бы где-то кого-то и посвятил, посвятил какие-то свои планы, он посвятил бы их только в том случае, если все, скажем так, все приготовления завершены целиком и полностью, и где-то как-то помешать этому уже возможности нет, да? И поэтому он рассказывает, что в принципе ждет, чтобы где-то как-то именно, ну, как-то правильно сказать, преисполниться тем, что вот у него получилось, да? Типа сказать, вот, смотрите, типа, я вот такой вот, у меня там все вышло, и сейчас будет типа там то-то-то-то-то-то-то-то. Типа рассказал и сам ушел. И сейчас покажут? Я просто... Такими темпами духи заполонят все улицы. Многие маги сейчас помогают с эвакуацией. Нас ждет катастрофа. В такой ситуации точно не избежать военного вмешательства извне. Да. Что? Нет, нет. Да. Я понял. Будет объявлено о существовании духов. О существовании духов? Людям? Серьезно? Похоже, будет заявлено, что... Я плохо помню фильм. Да, и смотрел я его до первого сезона. И, скорее всего, мне его соло надо будет пересмотреть. Да, тем более, что мне советовали это сделать в комментариях. Я хочу поговорить по поводу девочки. Я просто не знаю, как... Ну, дети, они верят сильнее, чем взрослые во все. Сверхъестественное, потустороннее, да? И, само собой, где-то в какой-то такой вот подобной ситуации, бояться будут где-то как-то именно больше. Ну, то есть, я представляю себя на месте этой девочки, когда я был малым. То есть, творится непонятно что. Вокруг просто-напросто темнота. Не единой души, да? И тут какой-то голос манит меня, чтобы я вышел наружу. Твои там теты-теты-теты здесь. Мама, брат, сестра там здесь. Там все-все-все-все здесь. И так далее, и так далее, и так далее. Я вряд ли вышел бы. Я просто вернулся и уебывал бы нахуй оттуда бы. Ну, серьезно. Ну, а как поступить иначе? Пойти туда? Тем более, знаете, как бы, когда поначалу этот проклятый дух начал говорить, я думал, что где-то как-то что-ли мысли читает или что. Но нет. Ну, потому что девочка сказала, что у меня нету там младшего там кого-то, она сказала там, брата или кого. То есть, тем более, значит, голос, который там вот находится где-то в какой-то этой вот темноте снаружи, который тебя манит, пиздит. То есть, ну, я просто это выглядело, знаете. Ну, блин. Смелая, наверное, девочка, ну, потому что это, наверное, одна из тысячи или сотен тысяч, которая вот таким вот образом вышла бы. Другие бы, наверное, посваливали. Ну и обратно, я сужу непосредственно конкретно именно по себе. То есть, я бы ни за что в жизни, блядь, таким вот образом не вышел. Темнота, пиздец, людей нет, блин, тут меня кто-то манит. Да идите вы нахуй. Развернулся и увалил. Только пятки бы засверкали. Прости, я тогда колебалась. Думала, надо дать ему время наподумать. И просто пока понаблюдать за ним со стороны. Ты уже понял, да? Если что, то я не с вами заодно. Я просто скромная красотка, которая хочет избавить этот мир от всех проклятий. Так себе извинения, конечно. Но мы с напарником возьмём на себя ответственность и доставим детишек с поля боя в целости. Похоже, пора поговорить с Тенгеном. Ты молодец, Акоцу. Да. Ты ведь не благодарить меня позвал. Так что давай сразу к делу. Думаю, вы поняли, что к учителю Годжу. Он лишил инумаки обеих рук в Сибуе. Поэтому я убью Итадори Юджи. Ну что ж вы, блядь, все на него ополчились-то, а? Серьёзно? Серьёзно? Третье. Яга Масамичи приговорён к смертной казни из-за подстрекательства Годжа Сатору и Гету Сугуру, что привело к инциденту в Сибуе. Четвёртое. Приостановление смертного приговора в отношении Итадори Юджи настоящим отменяется. Казнь должна быть осуществлена незамедлительно. Пятое. Исполнителям по пункту 4 назначить мага особого уровня Акоцу Юту. У меня один вопрос. Они ёбу дали? Ну то есть, это же решает, типа, где-то какая-то именно верхушка, да? А чем они думают? Головой или жопой? Ладно, последние два пункта. Один, то, что как бы нужно избавиться от Итадори. Мы понимаем, что Итадори там хорош, там красавчик, там главный герой практически, да, и так далее, и так далее, и так далее. Да, это всё ясно, это всё понятно, но будем смотреть с широко открытыми глазами на это. Он бомба замедленного действия, то есть бомба, которая может рвануть в любой момент. И рвануть так, что мало не покажется всему миру. Я не побоюсь этого слова, всему миру. Как бы, и рассчитывать на то, что где-то как-то Итадори сможет это контролировать, и сможет это как-то подавить в кратчайшие сроки, пока не случился какой-то пиздец. Ну то есть, нельзя в это верить, правильно? Поэтому логично, что лучше избавиться от этого человека. Правильно? Правильно. И для того, чтобы избавиться, направляют одного из сильнейших. Ну просто, если вспоминать фильм, этот вот Акоцу, то есть он прям достойного был уровня, да? Это хорошо, тут я могу понять. Но понять по поводу гетто тоже могу. То есть, Кендиаку сказал, что не будет менять это тело, это тело ему подходит, это тело ему нравится, да? Он будет находиться в этом теле, это тело все остальные знают как гетто. Ну поэтому проще всего просто-напросто все сделать так, как будто бы гетто до сих пор как бы жив, и казнь не приведена все-таки в действие. То есть, как бы вновь началась охота за ним, охота на него, и его нужно устранить и убить. Что я не понял, следующие два пункта, то есть я слегка подохуел от них. То есть, Сатору обвинили в произошедшем. А в чем он виноват? Тот, кто пошел справиться с этим, тот, кто пошел спасти от всего этого, да, у него не получилось. Но, будем честны, вы сейчас Сатору признали где-то каким-то именно уебком, да, который именно, как будто бы это все произошло из-за него, да. Но, блин, Сатору живет уже сколько лет, да. И, ну, не то чтобы много, но все равно, то есть, этого времени достаточно для того, чтобы с таким уровнем силы, как у него, если бы он этого хотел, хотел сказать, что Сатору со своими силами и со своими возможностями на протяжении стольких лет, да, ему столько лет не понадобилось бы. Он был бы разъебать так же всех и вся, всех и вся и очень многих, если бы он этого хотел, да. Но он этого не сделал. Почему? Потому что он на вашей стороне. И, типа, делать его виноватым? Также их учителя приговорить к смертной казни, ну, учителя его и где-то коим хуем, ну, я назову это учителем. Не помню, кто он конкретно, помню, что он постоянно с ними, говорит, ну да, это же учителя. И при этом запрет на то, чтобы извлекать Сатору. Того, кто может где-то как-то разрулить этот пиздец, справиться с этим пиздецом, помочь вам. Ну, то есть это, давайте я вот просто перемотаю этих первых, ну, два пункта. Это ж ахуй. Первое. Гетто Сугуру считать живым. Настоящим ранее вынесенный это понятный приговор, тут я согласен. Тут я согласен. Второе. Годжу Сатору считать соучастником в произошедшем инциденте в Сибуе и исключить из общества магов. Также любая попытка освободить его от печати будет считаться преступлением. Третье. Яга Масамичи приговорен к смертной казни из-за подстрекательства Годжа Сатору и Гетто Сугуру, что привело к инциденту в Сибуе. Это же привело. Конечно, это. При остановлении смертного приговора в отношении Тодори Юджи настоящим отменяется. Казнь должна быть осуществлена незамедлительно. Пятое. Исполнителям по пункту 4 назначить мага особого уровня Ако Цуюту. Понимаете, что у них в мире и так полный пиздец сейчас происходит, а они себя закопали еще сильнее. Еще сильнее, еще мощнее себя закопали. То есть, вместо того, чтобы пытаться справиться с той проблемой, которая над ними нависла, и бросить все силы на это, они все силы бросают на то, чтобы Сатору исключить сообщество магов, не дать его спасти, не дать ему где-то как-то именно разобраться во всей этой ситуации, хуячить всех направо и налево тех, кто на его стороне, тот, кто за него, тот, кто будет пытаться его спасти и выручить, бросать все силы на Итадори, чтобы его тоже где-то как-то именно упиздить. То есть, они устроят войну внутри себя, то есть, между своими же, потому что вы понимаете, что на месте Сатору и его, как человека, как мага, да, многие ценят и любят. И то есть, сейчас здесь, даже в сообществе магов, все расколется на несколько сторон. Кто-то будет на стороне Итадори, как и сам Итадори будет на стороне Сатору, то есть, кто-то на стороне Сатору, да, кто-то будет против них. И вот начнется вот это вот сражение, сражение конкретно именно внутри, но при этом проблему, которая над ними нависла, решать никто не будет. Я сказал, что я согласен по поводу пункта Сатори, я согласен по поводу пункта с Гетто. Тут все логично, ясно и понятно, то есть, здесь ничего против не имею. Но конкретно именно следующие пункты, касательно конкретно Сатору и его учителя, это, конечно... Не, ну что за гений я-то мог придумать? Может, я неправильно что-то понял? Но если я правильно все понял, то эти решения выносили гений. Гений. Интересно, правда, что они курили. Ладно. Будет что-нибудь в конце. Вроде нет. Да, нет. Ну что сказать. Как я уже и сказал, этими вот четырьмя репетью, да, в ротах ебать, пунктами подвели итоги конкретно касательно этого сезона. Да, местами мне в этом аниме что-то было неясно и непонятно. Но это не означает то, что я в дальнейшем последующие сезоны смотреть не буду. В целом аниме отличное. Не только в плане конкретно самой рисовки, анимации, постановки боев. Нет. Сама история тоже крайне интересная, если, конечно, в ней достаточно разобраться и нормально ее понимать, да. Те где-то какие-то пробелы, те какие-то недопонимания, которые у меня есть, или непонимания той либо иной ситуации, как бы я потом в дальнейшем понимаю, исходя из комментариев людей, которым не все равно, да. Которые, в принципе, хотят, чтобы я где-то как-то разобрался, хотят, чтобы я понял тот либо иной факт. И за это, конечно же, вам спасибо, потому что без вас было бы гораздо сложнее и гораздо все непонятнее. Сам по себе сезон да, отличный. Отличный сезон, хотя местами я, конечно же, может быть, и хейтил где-то какие-то серии, но если судить именно в целом, в целом сезон получился годный, прям годный. То есть я даже не могу сказать, что он хуже, кто первого сезона. Вполне вероятно, он куда лучше, да. Я честно не помню, какие я эмоции испытывал при просмотре именно первого сезона, ну прям так вот, чтобы досконально вспомнить, да. Вот, но просто этот сезон, ну прям очень хороший. И особенно этими вот последними сериями и завершением как бы этого вот сезона мне прям все довольно-таки понравилось. То есть да, здесь у нас, конечно, кромешный пиздец, и дальше лучше становиться не будет. То есть сейчас это начнется где-то какой-то именно вот хаос, паника, разлад, это вот война, тут непонятно просто-напросто масштабы всего, что будет происходить, но то, что ничего хорошего не будет происходить, это факт, это явно, это как бы сто процентов, да. Вот. Но, повторюсь, в целом сезон отличный, само собой будем ждать продолжения, и само собой будем смотреть продолжение, которое сто процентов само собой будет. Да? Вот. Но смысла, наверное, говорить по поводу именно заключения в этих пунктах, ну, наверное, нет, я и так высказался достаточно, да, вот, потому что это, ну, я логику увидел только в двух пунктах, в остальных же логика напрочь, напрочь отсутствует. И, ебанат, те, кто это писали, те, кто это, а ты даже не один человек решил, это, наверное, коллективное где-то какое-то мнение, то есть где-то какой-то именно верхушки, которое я там думал, молодое. Ой, блядь, что ж будет сейчас твориться, это ж капец. Нам остается только ждать, только ждать продолжения и смотреть, как это все будет развиваться. В целом, ребята, да, ничего больше сказать не могу. Что бы я ни говорил, сезон хороший, сезон мне понравился, понятно и ясно, почему многие люди именно ждали конкретно именно инцидент в Сибуе, ну, потому что здесь, что не серия, так это просто-напросто пиздец во всех смыслах этого слова и не плохой пиздец, то есть плохой для того, что происходит, но не плохой в плане для того, кто смотрит, да, потому что, ну, каждая серия это экшн, даже в тех сериях, которых не было, где-то каких-то там сражений или чего-то такого, как вот, допустим, эта вот серия, да, все равно серия кайфовая, серия отличная, то есть в этом сезоне практически-то и не было, за исключением именно первых серий, да, практически не было где-то какой-то повседневности, то есть вот началась Сибуя и пошел просто-напросто, пошло месиво, пошла жесть, и эта жесть продолжалась от начала инцидента и до конца этого сезона, то есть такое бывает редко, да, типа, что каждая серия именно охуенная, каждая серия хайповая, каждая серия чем-то цепляет, да, и ты, в принципе, где-то как-то именно придраться к ней и сказать что-то плохое о ней не можешь, то есть тебя постоянно держат напряжение, то есть ты здесь вообще не потрачено время зря, не потрачено по пусту, да, бывают моменты, когда в каких-то аниме где-то какую-то драку затянута на хуйня, сколько серий, да, и здесь, в принципе, и честно, даже если бы было бы в этом сезоне больше серий и каким-то где-то дракам уделили бы еще чуть больше времени, это все равно смотрелось бы не затянуто, то есть смотрится круто, смотрится классно и тем более будет классно смотреть тому человека, который познакомится с магической битвой позже, либо те, которые, я уверен, многие есть такие люди, которые ждут выхода всех серий сезона для того, чтобы посмотреть от начала и до конца, для того, чтобы прочувствовать именно все происходящее прям сразу, да, потому что все-таки этот вот сезон, как бы 23 серии, ну, вполне возможно посмотреть как бы за один день, да, спокойно вот так вот просто лежа на диванчике там подрубить и посмотреть, времени на это много, прям много не уйдет, вполне реально это посмотреть за день и этот человек, конечно же, испытает кучу эмоций, бурю эмоций и кайфанет, однозначно кайфанет, ну, тем более, если ему нравится магическая битва, если ему понравился первый сезон, вот, но в заключении я просто повторюсь, что да, сезон хороший, и да, ждем продолжения, и да, будем смотреть продолжение, будем смотреть продолжение, а на этом моменте, ребята, наверное, буду заканчивать и буду с всеми прощаться, надеюсь, что вам понравилась эта реакция, если где-то что-то я неправильно здесь понял, да, и вы поняли, что я неправильно понял что-то касательно именно этой серии, то, само собой, пишите мне об этом в комментариях, вот, ну, и всем доброго дня, доброго вечера, увидимся уже совсем скоро в новых различных реакциях на различные аниме, которые мы смотрим на данный момент, и будем смотреть в дальнейшем, все, ребята, всем пока-пока, пока, Субтитры сделал DimaTorzok